МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А еще узнаем, что, а точнее, кого подготовили посетителям Кишиневского зоопарка. Ну а кроме того, обсудим участие Молдовы в песенном конкурсе Евровидения. Обсудим мы его с настоящими, пожалуй, героями этого конкурса, которые в прошлом году завоевали, по-моему, лучший результат в итоге всех лет участия нашей страны в этом песенном конкурсе. У нас в гостях будет группа Sunstroke Project. А еще несколько слов о сегодняшнем дне. Именно 11 мая в 1720 году родился невымышленный, не персонаж, немецкий барон Мюнхгаузен. Кстати, говорят, что первый запуск ядра – это был невымысел, и осуществлялся он у нас с цитадели Бенгерской крепости во время русской-турецкой войны. Ядро, кстати, и до сих пор стоит там, в крепости, и любой желающий может в свободное время подойти, сфотографироваться и почувствовать себя бароном Мюнхгаузеном. Ну и еще немного информации о сегодняшней дате. Именно 11 мая в 1818 году в России была образована Бессарабская область. Ну а в 1964 году, также 11 мая, была создана знаменитая советская фирма производства грамм-пластинок под названием «Мелодия». Кстати, в Канаде сегодня проводится фестиваль тюльпанов, а в Таиланде – фестиваль ракет. Ой, мне кажется, фестиваль ракет также может проводиться в Северной Корее, причем каждый год, ну за исключением одного дня, разве что в году, дня рождения Ким Чен Ына. Нет-нет, посыл праздника совершенно другой. Дело в том, что жители Таиланда запускают в небо гигантские ракеты для того, чтобы обеспечить обильными осадками плантации риса. Ну и пару слов о курсах валют в день сегодняшний. Доллар и евро демонстрируют заметную стабильность. Доллар сегодня можно купить за 16 леев 62 бана, евро за 19,81. Национальный банк утверждает, что рынок не штормит, именно поэтому показатели настолько стабильные. В том случае, если рынок уже начнет штормить, вот тогда национальный регулятор вмешается. А еще именины я забыла. Между прочим, сегодня, 11 мая, отмечают свои именины Анна, Виталий, Кирилл и Максим. Так что смело поздравляйте. Центральное событие этой недели, безусловно, это День Победы. Но не меньше на этой неделе мировые СМИ говорили и о инаугурации Путина. На какой машине приехал, как зашел, на кого посмотрел. В каком наряде приехал на инаугурацию байкер-хирург и певец Тимати. И почему скучала Поклонская. А может быть, не скучала. И не это самое главное. На самом деле, каким будет Владимир Владимирович в версии 4.0? Каким будет новое российское правительство? Как это поменяет международные отношения? И какими станут отношения между Москвой и Кишиневом? Об этом наш коллега Сергей Брагов поговорил с политическим аналитиком Владиславом Кульминским. Добрый день, господин Кульминский. Мы очень рады вас приветствовать в нашей студии. Ну и тема, соответственно, у нас очень-очень актуальная. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Если на Мюнхенской конференции, до Мюнхенской конференции, после Мюнхенской конференции звучал вопрос «Who is Mr. Putin?», то сейчас все знают, кто такой Мистер Путин. Мы говорим с вами о версии 4.0. Это новый старый Путин или чем-то он отличается? Ну, вы знаете, я думаю, что это во многом другой человек, потому что это человек, который прошел эволюцию определенную, и взгляды которого сформировались, когда он находился во власти. И тот опыт, через который он проходил, на самом деле особому доверию, конструктивизму или, я знаю, каким-то таким благоприятным отношениям не способствует. Но давайте вспомним, как это все начиналось. То есть мы помним Бориса Николаевича Ельцина, который в 92-м году, если я не ошибаюсь, выступал в Конгрессе США и благодарил Соединенные Штаты Америки за то, что в Россию пришла демократия. Мы помним, что президент Ельцин и президент Путин всерьез рассчитывали на то, что Россия станет частью западного пространства, что она встроится в тот западный мир после развала Советского Союза. Даже шла речь о том, что Молдова может стать частью НАТО, был союз Россия-НАТО. И это все были абсолютно реальные ожидания. Ну и с точки зрения Владимира Владимировича Путина эти ожидания не оправдались. И он считает, с его точки зрения, что Россию в каком-то смысле обманули. Что Россия была открыта к миру, но на самом деле Запад с его точки зрения воспользовался тем, что он считал слабостью России, для того, чтобы Россию продолжать сжимать в ее геополитическом пространстве. И, к огромному сожалению, вот это впечатление, оно, в принципе, я думаю, сейчас будет определяющим в политике, которую будет проводить Россия по отношению к внешнему миру и, в частности, по отношению к постсоветскому пространству. То есть места для сентиментов, места для разговора об общей системе координат, об общей идеологии, об общих ценностях там уже не будет. Там будет геополитическая игра, такая, которую мы видели на протяжении множества предыдущих веков. И это, конечно, грозит очень серьезными потрясениями, потому что, по сути, сейчас, только сейчас начинает происходить по-настоящему оформление распада Советского Союза и переопределение вот этого геополитического пространства. Будет жестче, будет мягче, будет так, как это было. Как вы считаете? Ну, варианты, конечно, могут быть совершенно разными, но я думаю, что ситуация, конечно, на самом деле, даже страшноватая в каком-то смысле. Я думаю, что будет жестче, потому что, значит, как я уже сказал, Россия, по сути, начала играть исключительно по геополитическим правилам игры. Если раньше, допустим, с Западом ввелся разговор об общих ценностях, об общем пространстве безопасности, об общих подходах к Совете России и НАТО, то сейчас речь уже больше идет о сферах влияния. То есть речь идет уже о том, что Россия, допустим, переопределила пространство бывшего Советского Союза как сферу своих жизненно важных интересов. И основная задача – это не пустить сюда влияние Запада. И все процессы, которые происходят в этих постсоветских странах, ну, давайте возьмем, к примеру, Украину. Значит, в принципе, там было совершенно естественное желание народа Украины жить в другом государстве, некоррумпированном, в котором элиты ответственны перед гражданами и так далее и тому подобное. В России это было воспринято как заговор, который произошел при участии Запада и направлен, и который был направлен против России. Но вы хотите сказать, что это было не так? Ну, в какой-то, значит, тут сложно очень судить, на самом деле, что это было в конечном итоге. Но то, что это точно не было главенствующим и определяющим мотивом, об этом можно судить наверняка. И, к сожалению, вот эти процессы, они воспринимаются как некий такой заговор, как попытка сжать Россию в каком-то геополитическом кольце, а потом, возможно, и дальше развалить, значит, и саму Россию. И вот это восприятие, это впечатление, я думаю, что оно будет главенствующим. И, значит, это конфронтационная политика и со стороны России, и со стороны Запада. У нас практический вопрос для Молдовы, что это значит, и как будут выстраиваться отношения Кишинев-Москва в данной ситуации? Вы знаете, я думаю, что отношения Кишинев, к сожалению, Республика Молдова является заложником этих отношений между Россией и Западом, Россией и США, Россией и Европейским Союзом. То есть мы в этих отношениях какой-то особо самостоятельной роли, к сожалению, уже не играем. У нас была эта возможность с 2009 по 2014 год, но мы, к сожалению, ее упустили, потому что мы занимались совершенно другими делами. Воровали миллиард, делили между собой государственные институты, то есть мы находимся в крайне слабом состоянии. Поэтому мы являемся заложником этой геополитической борьбы, и во многом то, что будет происходить с нами, будет определяться динамикой отношений между Россией и Соединенными Штатами, между Россией и Европейским Союзом. И выйти из этой логики мы вряд ли уже сможем, потому что мы являемся частью вот этого геополитического пространства борьбы интересов, и борьба эта будет вестись, судя по всему, самыми жесткими методами. То есть Россия показала неоднократно, что она готова свои вот эти геополитические интересы отстаивать всеми возможными средствами, в том числе и войной. Вы говорите, Молдова – заложник, но даже заложнику надо как-то выстраивать отношения в этой ситуации. Какие отношения должны быть в идеале у Молдовы и у России? Сергей, знаете, я думаю, вы абсолютно правы, потому что если и есть какая-то страна и какой-то конфликт, где отношения между Западом и Россией все еще можно выстроить конструктивно, то это как раз Республика Молдова, и это как раз Приднестровский конфликт. То есть никто, я думаю, в здравом уме не хочет повторения украинских событий. Я думаю, что понятно, что здесь ситуация даже намного сложнее, потому что здесь как бы такая вообще-то пороховая бочка, по большому счету. Я недавно видел одно исследование, где индекс социальной сплощенности в Республике Молдова крайне низок. То есть мы, по сути, общество, которое расколото до такой степени, что туда буквально брось спичку только и полыхнет, и полыхнет так, что мало не покажется. То есть Приднестровский, Приднестровье и Молдова – это такая точка, где общий язык между Россией, Европейским Союзом и США все еще можно найти на прагматической, рациональной основе переговоров. И я думаю, вы абсолютно правы. Конечно, нам, как стране, нужно этим в максимально возможной степени воспользоваться. Вот этим шансом. Он хоть и небольшой, но он существует. И, конечно, во многом это будет зависеть от нас. Значит, что мы здесь в конечном итоге получим? Получим ли мы здесь какую-то зону все-таки сотрудничества, зону общих интересов или все-таки зону конфронтации? Спецпредставитель Дмитрий Рогозин уже не спецпредставитель. Как вы оцениваете его деятельность на посту спецпредставителя и каким будет дальше движение в этом направлении? Вы знаете, я думаю, что для конструктивного диалога Дмитрий Рогозин, возможно, был не самой подходящей кандидатурой. То есть, ну и, собственно, каким-то серьезным, таким большим аппаратным весом в Кремле он тоже не обладал. Значит, то есть мы помним, как он ввел этот диалог. Этот диалог ввелся, ну, в какой-то степени, значит, в неприемлемой для Молдовы форме. Причем в форме, то есть для любого там президента, для любого правительства, когда диалог строился не на какой-то рациональной основе, попытках действительно решать проблемы и учитывать интересы России и Республики Молдова, он строился больше все-таки на такой конфронтационной риторике. Хотя, конечно, надо сказать, что все-таки шаг, который был предпринят в правильное объявление его персоной Нонграда, это было совершенно беспрецедентно из ряда вон выходящее. Потому что все-таки, как бы, речь там шла, может быть, даже не столько о Дмитрии Рогозине, как личности. А о вице-премьере. А может быть, да, речь-то все-таки шла, как бы, о человеке, который был назначен лично президентом России. Вот. И я думаю, что, как бы, это, на самом деле, очень противоречивая картина, но когда, подведя итог его деятельности, я бы сказал бы, что вот во время его мандата, значит, какого-то конструктивного разговора не было, а, может быть, и задачи такой даже не стоял. И я думаю, что сейчас, когда будет назначен новый спецпредставитель, если это очень о многом скажет, если это будет какой-то профессиональный дипломат, человек очень конструктивный, который готов находить, значит, общий знаменатель, точки соприкосновения, развивать диалог и решать проблемы, то это покажет, что Россия, в принципе, готова к серьезному диалогу по Приднестровью, в том числе и с Западом. Потому что мы понимаем, что, конечно же, есть интересы местных элит, но есть геополитические интересы больших игроков, по которым тоже нужно будет находить компромиссы, нужно будет находить общий знаменатель. Я думаю, что это так и будет, потому что, еще раз скажу, что если есть какой-то конфликт в Европе, если есть какая-то страна в Европе, где найти этот общий знаменатель и найти совместные интересы, еще, возможно, это Республика Молдова, потому что других таких вот я больше просто не вижу. Отношения Москвы и Кишинева сейчас, как бы вы их охарактеризовали? Ну, я думаю, что мы видим такую позиционную, что ли, борьбу. Окопную. Окопную борьбу, да, можно сказать. Окопную борьбу, когда серьезных действий не предпринимаются, и как бы таких шагов, которые проходят точку невозврата, тоже не предпринимается. Россия, понятное дело, ждет парламентских выборов этого года в надежде на то, что кандидат, которого Россия предпочитает, Игорь Николаевич Додон, эти выборы выиграет, чего, я думаю, не произойдет. И в надежде на то, что политика поменяется. То есть вы уверены, что не произойдет? Я не думаю. Судя по тому, как развиваются события, вряд ли это произойдет. Я не думаю, что это было бы очень хорошо для Республики Молдова, потому что, опять же таки, нам нужно искать площадки сотрудничества, объединения этого общества, объединения всех сил и поиска общих знаменателей. А в случае победы Игоря Николаевича Додона, не знаю, по какому сценарию могут развиваться события. С одной стороны. А с другой стороны, Демократическая партия, конечно же, использует Российскую Федерацию в качестве такого большого врага внешнего, который ему угрожает. И эту историю они достаточно успешно продают в других странах. И поэтому эта ситуация достаточно удобна и для одних, и для других. Но по итогам парламентских выборов, конечно, ситуация поменяется, и нужно будет искать те самые точки соприкосновения между всеми вовлеченными в регионы, в конфликт игроками. И, знаете, я вообще считаю, что вот эта ставка на каких-то отдельных личностей, а это, в принципе, частенько делает и Россия, и Запад, здесь, в Республике Молдова, она во многом ошибочна. Потому что мнения этих личностей могут поменяться. Из пророссийских они могут становиться проевропейскими, из проевропейских пророссийскими. Как это, в принципе, происходит очень часто. И такого рода трансформации или прозрения мы наблюдаем постоянно. Намного лучше все-таки пытаться проанализировать и понять интересы страны для того, чтобы работать с ними. Потому что там ты точно не ошибешься, вне зависимости от того, кто находится у власти. Я вот третий раз пытаюсь задать этот вопрос. Отношения Москвы и Кишнева, какими они должны быть? В советское время они были старший брат, младшая сестра. Сейчас это кто и кто? Молдова – это независимое государство, которое является заложником, к сожалению, геополитики, но которое вольно определяться в своем выборе. Конечно, вот отношения должны стать более уважительными друг к другу. С другой стороны, и Республике Молдова тоже необходимо понимать, что в России есть свои интересы в области безопасности в регионе. Эти интересы, хотим мы этого или нет, учитывать будет надо, потому что иначе мы получим конфликт. И вот найти в общий знаменатель, каким образом можно было бы не вызывать у России опасения по поводу того, что мы можем стать какой-то точкой опоры для тех, кого в России не приемлют, с одной стороны. Но с другой стороны, и наши национальные интересы продвинуть. В этом, собственно говоря, и есть искусство государственного управления. Это сложная наука. Но двигаться в этом направлении не надо. У меня еще один вопрос. Как специалист в области государственного управления, Путин 4.0, это понятно. Путин 5.0, скорее всего, этого не будет. Вопрос преемника встает все более и более ясно. Этот фактор, каким образом он будет сказываться на Путине 4.0? Ну, я думаю, этот поиск уже идет. То есть он, думаю, что он уже где-то, наверное, посередине, если не на финальных стадиях. Но я думаю, что для нас самое интересное – это то, что при преемнике, при преследующем президенте России, при Владимире Путине, который, в принципе, определенные интересы структурные России уже выражает в любом случае. И не думая, что при его преемнике политика очень сильно поменяется. Поэтому нам нужно исходить вот из этой точки зрения. То есть нам нужно понимать, что мы должны, во-первых, преследовать свои собственные национальные интересы, но, с другой стороны, смотреть, какие интересы будет преследовать Россия в регионе. И не ожидать каких-то магических, чудесных трансформаций или изменений, если в России поменяется руководство. Даже вспомните, что говорил господин Навальный по поводу Приднестровья, по поводу Молдовы. И это очень так медиатизировалось здесь, в нашей информационной среде. По сути, в принципе, то, что он говорил, особо от позиции президента России не отличалось. Спасибо вам большое. Я напомню нашим телезрителям, у нас в гостях был политический аналитик Владислав Кульминский, а господина Владислава Кульминского мы будем рады видеть в нашей студии еще раз. Большое спасибо за приглашение. Новости, новости и еще раз новости. Самые важные и интересные. Служба информации телеканала РТР «Молдова» с новостной картиной наступившего дня. Передаем слово коллеге Олесе Кайряк. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, телезрители РТР «Молдова». Узнаем об основных событиях и дня прошедшего, и только наступающего. В пять раз увеличить штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов, предлагает Национальная патрульная инспекция. Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 300 леев. О других новостях расскажем далее короткой строкой. Беспрецедентная по своему масштабу акция «Марш Победы» прошла накануне на Центральной площади в городе Тараклия. Организатором выступил Общественный совет за свободную родину. В ходе акции тысячи жителей и гостей города развернули гигантское красное полотно. Копию знамени Победы, водруженного в мае 1945 года в Берлине над Рейхстагом. Как отметил председатель Общественного совета Игорь Тулянцев, акция «Марш Победы» была проведена с тем, чтобы почтить память наших дедов и достойно отметить этот великий праздник. Зная свои права пассажира такси. Так называется новая информационная компания, запущенная Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком. Ее цель – информирование потребителей об их правах, воспитание ответственного поведения пассажиров и мониторинг работы службы такси. Агентство разместило на задних сидениях такси серию информационных панно, на которых содержится детальная информация о предоставлении услуг компаний, работающих в этой сфере. Представителей службы такси обязали размещать такие информационные таблички до конца мая. За неподчинение грозит штраф в размере 120-180 условных единиц. Акцию по информированию водителей о рисках превышения скорости и опасности заснуть за рулем провели накануне на Молдорумынской границе. Так, в течение двух часов патрульные Молдовы и Румынии раздавали водителям листовки на КПП Джуджулешт-Галас, Леушень, Албеса, Костешт-Стымка, а также на КПП Скулень с информацией о мерах предосторожности на дорогах. В 2017 году, по данным Национального инспектората патрулирования по причине превышения скорости на молдавских трассах и дорогах, произошло свыше 700 аварий. В результате ДТП погибли более 140 человек и свыше 800 получили ранения. Шесть лет в тюрьме проведет уже бывшая глава депозита ценности филиала Банка деэкономии района Рыжкань за отмывание денег в особо крупных размерах. Речь идет о сумме почти в полтора миллиона леев, которые, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, подсудимая заполучила в сговоре с другими сотрудниками банковского филиала. По данным следователей, на эти средства женщине удалось приобрести несколько объектов недвижимого имущества. Между тем, бывшая начальница свою вину по делу о краже в особо крупных размерах не признает. Все больше туристов привлекают молдавские природные заповедники. И не только благодаря красивым природным ландшафтам, редким видам флоры и фауны, но и благодаря обустроенным туристическим маршрутам, информационным центрам, пансионатам и музеям природы. Насладиться красотами молдавской природы приезжают как иностранные гости, так и наши соотечественники. Это, как правило, учащиеся учебных заведений, запланировавшие экскурсии еще в начале года. Отметим, что Молдова славится такими большими заповедниками, как Кодры, Плаилфагулу, Педуря-Домнязская и Нижний пруд. Очередная победа спортсменов из Камрата. На этот раз кикбоксеры привезли четыре золотые медали, выступив на Кубке Скорпионов в Румынии. Так, Лия Сербинова завоевала две золотые медали в двух весовых категориях – 25 и 30 килограммов. Золото досталось и Егору Влах, выступившему в категории 30 килограммов, а также Никите Янакиеву и Павлу Гурбу. Напомним, несколько дней назад на чемпионате Молдовы по Муайтай другим спортсменам из Камрата удалось завоевать две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Продолжаем наш блок новостей. Европейский Союз и Республика Молдова очень близки, заявил глава представительства ЕС Кишинео Петр Михалко на праздничных мероприятиях, прошедших накануне в столице. По его словам, обе стороны сотрудничают на основе соглашения об ассоциации безвизового режима и помощи, предоставляемой Евросоюзом для повышения уровня жизни граждан Молдовы. Михалко отметил, что страны-члены ЕС привносят наилучшие европейские практики путем реформирования ключевых секторов экономики, таких как здравоохранение, таможенный контроль, пищевая безопасность, борьба с коррупцией и сохранение культурного наследия. Глава представительства Евросоюза также подчеркнул, что благодаря поддержке ЕС в Молдове будут улучшены стандарты жизни не менее чем 1 миллиона человек. И еще о прошедших праздниках. Празднование Дня Победы прошло без особых эксцессов, во многом благодаря бдительности граждан. В полиции подвели итоги служебной деятельности. Твоя безопасность – наш приоритет. Накануне 9 мая сотрудники управления полиции муниципия Кишино унесли службу в круглосуточном режиме, чтобы предотвратить возникновение любой чрезвычайной ситуации, которая могла бы помешать проведению многочисленных торжественных мероприятий в честь Дня Победы. По данным пресс-службы управления, за сутки полицейские получили более 300 звонков, а патрульным пришлось отреагировать в 200 случаях. Также сотрудники полиции предотвратили 15 преступлений, а 27 человек были задержаны. Между тем, жители столицы считают, что за помощью к полиции всегда следует обращаться. Тем более, если речь идет об аварии или другой чрезвычайной ситуации на улице, мимо которой ни один добропорядочный гражданин пройти не сможет. Я не попадала в такие ситуации, но, как любой гражданин, вызвала бы их, если бы речь шла об оказании помощи или моментальном решении проблемы. Почему вызову? Но я не попадал в такие ситуации. Это необходимость прибегнуть, так как у нас, знаете, в городе много преступностей, много чего случается. Между тем, некоторые граждане не уверены в эффективности работы молдавской полиции. Думаю, 50 на 50. Ну, не знаю, не все могут исполнять свои обязанности. У нас полиция работает очень плохо. Уровень профессионализма сейчас очень низкий. Они не подготовлены из-за того, что сотрудникам полиции мало платят им негде жить. У многих зарплата не соответствует запросам, и они вынуждены уезжать за границу. А вот другие жители столицы уверяют, сотрудники правоохранительных органов работают хорошо. И в случае необходимости всегда приходят на помощь. Напомним, служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций рекомендует гражданам в случае опасности всегда звать на помощь полицию, позвонив по номеру единой службы 112 или по номеру 902. Наталья Фомина, Сергей Липодат, Вести, Молдова. Таковы основные новости к этому часу. Мы продолжим следить за развитием событий. А пока передаю слово моим коллегам в студию «Нового утра». Это новое утро, это бодрое утро. Но мы прервемся на короткую рекламу и совсем скоро вернемся. Данный материал содержит элементы рекламы. Столичный зоопарк после ремонтных работ вновь открыл свои двери для посетителей. Среди нововведений новые клетки для животных, новые вольеры, новые декорации, но самое главное – новые обитатели. И среди них долгожданные еноты, очаровательные копибары, водосвинки такие милые-милые, не менее или, может быть, менее ожидаемые четыре вида змей и некоторые виды птиц. Ну и самое важное – главный и ожидаемый питомец – крокодил. Над благоустройством зоопарка сотрудники трудились и днем, и ночью. Ведь нужно было успеть подготовить новые клетки, создать новые декорации, соорудить бассейны для животных, а некоторых из них поменять местами. И вот уже 30 апреля, в день открытия зоопарка, поток посетителей буквально хлынул посмотреть на животных. Даже открытая дополнительная касса не справлялась с задачей оперативно продавать билеты. Мы открыли две кассы, но люди не успевали, не успевали мы их обслуживать. К сожалению, не имели возможности больше касс. Но мы рады, потому что люди выдержали стойко, выдержали эту очередь. Потерпели немножко неудобства, но зато, я думаю, что они, когда увидели зоопарк, они были рады тому всему. Самый большой интерес у посетителей вызвал горный кубинский крокодил. В Молдову эта рептилия прибыла еще 40 лет назад. Приехала она, кстати, из Кубы в маленьком дипломате одного служивого. Все эти годы животное находилось в зоопарке, но в закрытом от глаз посетителей помещении. Условия содержания питомца были не самыми лучшими. Искусственный свет и маленький водоем. И только теперь для повзрослевшего крокодила под открытым небом соорудили просторный вольер с бассейном. На сегодняшний день для него созданы идеальные условия. В течение 40 почти лет он не видел солнечного света, скажем так. Для него, наверное, праздник и стресс какой-то своеобразный. Мы сейчас пытаемся его привести в чувство и показать, что вот твоя родная природа, вот твоя родная стихия. За неделю ремонтных работ в клетках животных появились новые деревья, клумбы, кустарники и декорации из камней. Сейчас у зверей практически условия естественной среды обитания. Сейчас идет период размножения, во-первых, у многих из них. И поэтому мы создаем такие условия, чтобы они размножались и они чувствуют себя в безопасности. Потому что тоже они не привыкли, так, чтобы за ними столько глаз наблюдало. В природе они прячутся, находятся в свои углы. Кто-то копает себе яму, кто-то залезает на дерево, делает себе гнездо. Посетители зоопарка очень довольны изменениями и приходят сюда с удовольствием. Гуляют, разглядывают животных, фотографируются. Просто здорово, великолепно. Впечатление у детей просто максимальное. Отлично. Спасибо большое организаторам и гордость за то, что есть такой прекрасный зоопарк. Очень мне понравился. Такие прикольные зверушки. Вот именно мне понравились верблюды и козлы. Нравится? Очень нравится. Давно не была здесь. Единственное, жалко, мне на всех вольерах написано, кто существует здесь. А так очень приятно. Очень приятный парк, много растений, красивых. Уже совсем скоро посетители зоопарка смогут увидеть и некоторые виды змей, среди них и парагвайская анаконда. Для этих присмыкающихся сейчас готовится террариум. В России после инаугурации Владимира Путина продолжает формироваться правительство. Есть у революции начало, есть у революции конец. Это уже о ситуации в Армении. Да, действительно, новости из этой страны уже несколько дней не сходят с информационных лент. Множество и множество информагентств. Ну а что еще интересного произошло в мире, далее расскажет Олеся Кайряк. С удовольствием, коллеги, спасибо. Снова доброго настроения всем. Мы продолжаем информационное утро и только с самыми заметными новостями со всего мира. Кстати, весь мир продолжает праздновать День Победы. В центре Берлина прозвучали песни военных лет в исполнении хора Турецкого. Почти 5000 человек пришли не только послушать, но и вместе с артистами исполнить знаменитые Катюшу, Смуглянку и Темную Ночь. Жандармен Марк, как слышно, прием! Отец Михаила Турецкого закончил войну в Берлине. Несколько лет назад сын сказал ему, что хочет выступить в столице Германии с песнями военных лет. Отец не поверил, что получится. Он говорит, тебе никогда не позволят, никогда не дадут. Люди не любят, когда им напоминают о их ошибках. Я говорю, ну мир меняется и возможно когда-то мечта ставит реальностью. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по рассею. Хор Турецкого дошел до Берлина. Самая красивая площадь города подпевает ему уже второй год подряд. Темную ночь, ты любимая, знаю, не спишь. Они создают, по сути, действительно музыкальный памятник и нашей великой победе, и памяти павших в этой войне. До этого были Франция, Австрия и Словения. Впереди Беларусь, Израиль и США. На эти концерты собираются главным образом наши соотечественники, но в Нью-Йорке будет специфическая аудитория – дипломаты и сотрудники ООН. Есть такая песня «Россия и Америка – два незнакомых берега». Как в наших песнях поется «Мы с тобой два берега в одной реке, реки мира». Мы должны объединяться и бороться сегодня. У нас нет ничего более важного для всех нас, как бороться за мир. Вот, наверное, самая понятная и объединяющая песня, подхватить которую в припеве может каждый. Получилось даже очень хорошо. Хор и площадь спели дуэтом. Я считаю, что Россия и Германия должны укреплять дружественные отношения. Такие концерты очень важны. Я не говорю по-русски, поэтому не так много понял. Но я чувствовал гармонию. У русских песен очень сильная глубина. Они вызывают эмоции. Это день победы. Громкость, в принципе, даже мешает, когда слова всем знакомы. Другим темам международной жизни. Первые санкции против Ирана США могут вести уже на следующей неделе. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома. А в течение полугода после выхода из ядерной сделки с Тегераном, Вашингтон планирует полностью возобновить действия ограничительных мер. Европа этими намерениями крайне недовольна. Экономика ЕС может потерять миллиарды евро. Напрасно увещевали Трампа французский президент Макрон, канцлер Германии Меркель, министр иностранных дел Великобритании Джонсон. За сохранение сделки выступала Россия и Китай. Но Трампа все это не остановило. Мы подумаем, как поступить с Ираном. Вероятно, ничего хорошего их не ждет, но это нормально. Они должны понять жизнь, потому что я не думаю, что они ее понимают. Взгляните, что происходит на Ближнем Востоке, в Сирии, Йемене, других странах, с которыми они связаны. Это хаос, смерть, и мы не можем позволить больше этому продолжаться. Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушает условия договора, хотя американская разведка утверждает обратное. В российском МИДе заявили, что оснований для подрыва ядерной сделки нет, а США, цитата, в очередной раз действует исключительно в собственных узкокорастных интересах. Конец цитаты. Решение Трампа стало очередной пощечиной близким европейским союзникам. Лидерам ЕС показали, что Америка будет решать все так, как считает нужным и выгодным себе. Мы приняли к сведению выход США из иранской ядерной сделки. Это может серьезно сказаться на данном соглашении. Мы относимся к этому с сожалением и беспокойством, и будем впредь привержены этому договору. Через 90 и 180 дней объявляются жесточайшие американские санкции на покупку иранам долларов, американских материалов и технологий. А у ирана американцам запретят покупать продукты питания и ковры. Но главное вводится запрет на торговлю иранской нефтью. А тем странам, которые не последуют за США, Вашингтон тоже пригрозил санкциями. Евросоюз возмущен. Выходит, Америка может ударить уже и по европейцам. Меня особенно беспокоит заявление президента США Дональда Трампа о новых санкциях. В любом случае, Европейский союз намерен действовать в соответствии со всеми интересами безопасности и защищать свои инвестиции. Турция, Китай и Индия покупают в Иране нефть и вряд ли легко подключатся к американской блокаде. Так что, выйдя из ядерной сделки и поставив цель изолировать Иран, Америка пока сама оказалась в международной изоляции. Чтобы обсудить спровоцированный Соединенными Штатами кризис, в Тегеран прибыл замглавы МИД России Сергей Рябков. Кремль уже выразил озабоченность решением Вашингтона выйти из ядерного соглашения. В Иране же Димаш США вызвал бурю возмущений среди политиков и среди рядовых граждан. В Тегеране еще до выступления Трампа заявили, здесь готовы к любому решению Вашингтона. Они считают, что это как-то повлияет на жизнь в стране. Все взятые на себя обязательства, как подчеркивают в Иране, государство соблюдает. И заявление президента США тут называют ничем не обоснованным нарушением международного соглашения. Изменения после слов Трампа в Иране, впрочем, все же произошли. Со вторника в стране перестали работать многие зарубежные банковские карты. Также больше нельзя осуществлять денежные переводы через систему Вестерн Юнион. В полном объеме США угрожают восстановить санкции к началу ноября. В Тегеране заявляют, что Вашингтон еще пожалеет об этом решении. Я много раз говорил, не доверяйте Америке. Президент США выступил с глупыми и поверхностными комментариями. Свои речи он солгал около 10 раз. Господин Трамп, я говорю вам от лица иранского народа. Вы совершили ошибку. Решительный настрой демонстрируют и люди на улицах иранской столицы. Мы знаем США. Они никогда не выполняют взятых на себя обязательств. Переговоры с США – это изначально была плохая идея. Они не хотят переговоров. Они хотят владеть миром и управлять всем. Они хотят войн. В знак протеста против заявления Трампа, иранские политики подожгли флаг США прямо на заседании парламента, обвинив Дональда Трампа в отсутствии умственных способностей решать проблемы. Политики Ирана, в том числе и спикер парламента, надеются на то, что Европа будет поддерживать и работать с ними, чтобы сохранить сделку. Массовые акции протеста и у стен бывшего посольства США. Президент Ирана Хасан Рухани выступил на государственном телевидении сразу после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки и подчеркнул, что Иран всегда выполнял свои обязательства, в то время как США никогда не выполняли своих. Соединенные Штаты, по сути, заявили, что они не уделяют внимания международным соглашениям. То, о чем мы говорим и повторяем уже 40 лет, теперь произошло. США – это страна, которая никогда не выполняет принятых договоренностей. В Иране уже заявили, что готовы к переговорам с международными партнерами о продолжении действия соглашения после выхода из него США. Одновременно с этим в Тегеране накануне отметили, что подготовили пропорциональный план ответных мер на решение Вашингтона. Детали держат пока в секрете, но отмечают, что готовы к любому развитию ситуации. И напоследок еще одна интересная информация. Шоколадные реки разлились на одной из польских автодорог. Там опрокинулась цистерна, в которой находилось более 20 тонн жидкого шоколада. Движение было полностью перекрыто. Последствия аварии устраняли несколько часов. Спасателям пришлось ковшами сгребать сладкую массу и поливать дорогу горячей водой, чтобы шоколад не затвердел. Таковы основные международные новости к этому часу. Мы продолжим следить за развитием событий в стране и мире. А пока снова передаю слово моим коллегам в студию «Нового утра». Дожди, грозы и даже град. Погода на этой неделе в стране переменчивая. Ну а чем еще нас порадует матушка природа, расскажет Валентина Турова. Доброе утро! С вами Валентина Турова. В столице установится комфортная погода. Температура воздуха составит плюс 20, плюс 21. В первой половине дня облачно, после обеда небо прояснится. На севере страны солнечно, воздух прогреется до 22 градусов максимум. Осадков не предвидится. На юге Молдовы небо будет покрыто облаками. Днем градусники покажут плюс 23, плюс 24. Местами пройдут кратковременные дожди. В центральных регионах немного прохладнее. Плюс 20, плюс 21. В течение дня ожидается переменная облачность. Ну а сейчас узнаем о погоде за рубежом. В Москве солнечно, но прохладно. Температура воздуха плюс 14, плюс 16. В столице Великобритании переменная облачность. Плюс 15, плюс 16, без осадков. В Риме день выдастся пасмурным. После полудня пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 21 градуса. В Берлине на небе также появятся тучи. Возможны кратковременные осадки. Градусники покажут плюс 20, плюс 22. На этом я с вами прощаюсь и желаю в любую погоду сохранять отличное настроение. В столичных кинотеатрах проходит показ военного фильма «Собибор». Режиссер этой ленты Константин Хабенский, который также сыграл и главную роль. Немецкий лагерь смерти на территории Польши и прорыв пленных на свободу под предводительством офицера Александра Печерского. Именно так все и происходило в октябре 43-го. Фильм, от которого кровь стынет в жилах. Так отзывается в соцсетях о киноленте «Собибор». В косах кинотеатров выстраиваются очереди за билетами. Интерес зрителей к ленте огромен. Кино рассказывает об единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти. Во время, когда все пытаются переписать историю, историю Великой Отечественной войны, крайне важно изготовление, съемки, показ фильмов, которые демонстрируют истинную, настоящую, правдивую историю. Существование концлагеря «Собибор» тщательно скрывалось фашистами. Сюда привозили евреев якобы на переселение, а затем их уничтожали в газовых камерах. Убежать из лагеря невозможно. Вас предупреждали, господа евреи. Пусть каждый знает, беглецы погибнут, а невинные поплатятся жизнью за них. Так было, и так будет всегда. Александр Печерский убеждает пленных поднять восстание и уничтожить лагерь смерти. Убьем их всех, зарежем, загрызем, задушим, ликвидируем офицеров, заберем оружие, и все будем ходить через центральные ворота. Весь лагерь. Скажим, что бежали! Скажим, что бежали! План узники смогли осуществить частично. Завладеть оружием им не удалось. Решились на отчаянный шаг. Прорываться через минные поля. И смогли уйти. Все оставшиеся в Собиборе были убиты немцами на следующий день. А сам лагерь эсэсовцы стерли с лица земли, чтобы замести следы. Тяжелый фильм, тяжелая тема. Поэтому, наверное, мало кто выходит с улыбкой. Больше, наверное, слезы наворачиваются. Больше всего, что поражает, это то, что это абсолютно реальная история. То есть те грани безумия, до чего может дойти человеческая жизнь. Я ухожу с болью в сердце, со слезами на глазах. Надо это все пережить. Надо еще все это осмыслить. Фильм Собибор – это не просто история людей, попавших в плен. Это предостережение нынешнему поколению. Напомним, за время существования лагеря смерти Собибор за полтора года было убито примерно 250 тысяч евреев. Что приготовили нам сегодня звезды? Первая половина дня позволяет действовать по вдохновению. Но его поток постепенно иссякнет. Луна в рыбах поможет вершить тайные дела. Снова день благоприятный для каких-то тайных сговоров и заговоров. Ну а также она поможет поставить в этих тайных делах точку. Вечером вступление Луны в Овен подарит свежий взгляд, побудет взглянуть на многое в новом контексте или в более оригинальном ракурсе. А зерно истины и на жизненный урок будет нести любая ситуация нестандартная, смешная, абсурдная. Выбор станет жестче. И возможно даже сузится до нескольких конкретных вариантов, которые будут отсечены выбором. Нежелательные разрывы или другие радикальные меры лучше подумать о компромиссе, смене акцентов, в корректировке договора, совмещении вариантов объединения и противоположности или ином остроумном разрешении задачи. А далее подробно о каждом конкретном знаке зодиака. Овен. Для женщин-овенов велика вероятность нового знакомства или кратковременных романтических приключений. Мужчинам-овенам звезды рекомендуют использовать любую возможность для того, чтобы изменить к лучшему свою личную жизнь. Сон может быть пророческим и исполнится на следующий день. Огород, овощи во сне, исполнение желания. Телец. Вас ждет поворот в судьбе. Тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Веселое шумное общество приятелей, увлекательные поездки или пикник, развлечения или игры – вот что вам сейчас нужнее всего. Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Падающие ножи, вилки, разбитое стекло – дурной знак. Близнецы. День милости, прощения обид, очищения огнем. Коммуникабельность и оптимизм будут возрастать, что указывает на появление в вашей жизни новых знакомых, расширение круга общения. Хороший день для коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Рак. День может быть богат на неожиданные сюрпризы, приятные и не очень. Лучше заранее ко всему подготовиться. Посвятите себя отдыху. Не торопитесь брать отпуск за свой счет, а просто не особо напрягайтесь. Скажите всем, что вы устали, и пусть вас меньше тревожат. Лев. Удачный день для начала любого дела, семейных отношений. Благоприятны крупные покупки, хозяйственные заботы, целительство. Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако ваша эмоциональная впечатлительность и бьющая через край энергия может привести к досадным недоразумениям и стать причиной размолвки и недопонимания с близкими людьми. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Для женщин-левов существует вероятность нового знакомства с интересным человеком. Мужчинам-левам звезды рекомендуют умереть страсть к экстравагантным поступкам, которые могут изменить личную жизнь к худшему. Дева. Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно. Хороший день для коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Проявите дальновидность и умение найти компромисс. Это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных решений по отношению к дорогому вам человеку. Весы. Жизненный потенциал находится на самом высоком уровне, поэтому удача вам будет способствовать во всем. Благоприятно планирование нового важного дела, подведение итогов, размышления, спокойный отдых на луне природы в обществе близких людей. Занятие любимым делом снимет нервную усталость. Скорпион. День удачен для приобретений, и начатые ранее хлопоты с недвижимостью завершатся удачно. Легкость общения и деловая активность подготовят вас к будущей трудовой неделе, но избегайте взваливать на себя новые обязанности. Постарайтесь завершить важные дела и закончить давние споры с родственниками. Стрелец. День милости, прощения обид, очищения огнем. Хороший день для коллективных мероприятий, для творческих исканий и научной работы. Не исключены благоприятные перемены в личной жизни. Козирог. Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Хорошее время для коллективных действий, изучения новых ремесел, занятий творчеством и научной работой. Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно. Финансовое положение несколько улучшится. Возможен выигрыш, возвращение долга или выгодная покупка. Водолей. День благоприятен для улучшения материального положения. Коммерческие поездки сложатся удачно в том случае, если вы проявите собранность, умение концентрироваться на главном. В семье атмосфера заметно улучшится. Выбор ситуации будет определяться водолеем. Рыбы. День отмечен суетой и мелкими хлопотами. Многим придется отказаться от намеченных планов и перенести внимание на проблемы близких людей. Чувство сострадания и осознание своего долга окажутся выше собственного благополучия. Рыбам рекомендуется умерить свои запросы и суметь противостоять искушениям плоти. Это «Новое утро» на телеканале РТР «Молдова». Мы прервемся на короткую рекламу. Генеральный спонсор передачи «Нескафе». Данный материал содержит элементы рекламы. 12 мая. Лиссабон. Финал Евровидения. Мероприятие, за которым будут следить миллионы. Молдову в этом году представила трио «Доредос». Об их шансах на успех и о том, как вообще проходит этот песенный конкурс, мы поговорили с теми, кто уже покорял Евровидение. И весьма успешно. Встречайте группу «Санстроук Проджект». На этой неделе внимание огромного количества людей приковано не только к святому празднику, к Дню Победы, но и к песенному конкурсу Евровидения. У нас сегодня в гостях ребята, которым, мне кажется, фанаты помешали приехать к нам в студию еще примерно час назад. И то они приехали все-таки не всем составом. Легенды Евровидения нашей страны, друзья. Санстроук Проджект, привет! Привет! Доброе утро всем! Где потеряли Сергея Еловидского? Но фанаты не пустили. Он занят, он автографы раздает. Отряд не заметил потери бойца. Слушайте, хочу сразу начать с серьезного вопроса. Нет ощущения того, что с каждым годом внимание к Евровидению как-то потихонечку падает? Ни в коем случае. Ты знаешь, если судить по нашей стране, то, возможно, у кого-то падает интерес. Но такое же количество новых поклонников этого конкурса и появляется с каждым годом. А если ты окажешься там, то ты поймешь, что та атмосфера, когда фанаты по всему миру съезжаются, и им все равно сколько стоят билеты, сколько стоят проживания, потому что в каждой стране по-разному. А в период Евровидения цены взлетают, сам понимаешь, в разы. Но вряд ли падает, потому что помимо того, что это было Евровидение из стран Евросоюза, теперь добавилась Австралия, а с прошлого года еще и трансляция прямая в Америке появилась. Но при всем при этом, вот в этом году отказались от участия в Евровидении Эльфтенштейн, Монако, Люксембург, Словакия, Турция, еще ряд стран. Они давно отказались. Говорят, нет денег. Они давно отказались. Нам это зачем тогда? Ну, ты знаешь, это вообще дело затратное. И, слава богу, у нас есть такая возможность, да, представлять свою страну. А у других стран, возможно, с организационной точки зрения не такие возможности. Либо, либо у них... По Эльфтенштейну, например. Да, либо у них... Монако. Либо у них другие какие-то там представления. Нет, я думаю, что это связано с тем, что страны очень маленькие, очень маленькие. И интереса посылать от своей страны, где там население 20 тысяч человек, посылать какого-то артиста нет смысла. А вот крупные страны, такие как... Молдова. Молдова, да, да. Германия, там, Англия. Где огромное количество населения, там, естественно, есть смысл и показать свою страну. Давайте вспомним все-таки самые хорошие выступления представителей наших стран. Я сейчас понимаю, у вас так немножко начнет распирать гордость. Вот, на ваш взгляд, самые удачные номера нашей страны на Евровидении. Вот помните такие? Да. По мне лично, это, естественно, с Доб Шизду. Это первый раз, когда Буника Батя Доба. Да, Буника Батя Доба. Потом Наталья Барбу с песней Fight. Потом Нелли Чибану в хор 1 Молдова. Паша Порфенник. До сих пор обидно, что он не поехал вместе с песней, которая была у него за год до этого. До рули. До рули. Отличная песня. Ну, и мы забыл. Ну, само собой. Ты знаешь, для меня лично, вот, показателем успешности выступления на Евровидении, как для музыкантов, вот, как бы это ни звучало просто, но вот, если я слышу, что эти песни звучат на свадьбах в нашей стране, это самый высокий уровень успеха. Потому что, когда человек на свадьбе хочет танцевать под эту песню, это уже говорит о том, что музыкальный материал сделал свою задачу. Слушай, ну подождите, в этом году свадебный сезон вот сейчас только-только открывается, еще непонятно, Доредосы, какие у них шансы, вот, на ваш взгляд. Ну что, что будет? Это никто не знает, так же, как и с нами случилось в прошлом году, что мы вышли в лидеры и встали в тройки. В прошлом году, допустим, да, за нас голосовали такие страны, которые никогда в жизни не голосовали за Молдов. Да. Англия, Швейцария, Швеция, Австралия давали нам самые высокие баллы. А в этом году не знаем, этого никто не знает. Дай бог, они выйдут в финал, займут хорошее место, они все-таки лицо нашей страны. И мы будем только рады, если они займут позицию даже выше нашей, потому что это все-таки они, да, Молдову представляют. Слушайте, ребята, мне кажется, вы должны были быть на первом месте, как бы, но чтобы Евровидение случайно не приехало в Молдову, организаторы все-таки скинули вас на третье, это так, чисто мое мнение. В этом году Доредосов очень активно поддерживал, раскручивал Филипп Бедросович Киркоров. Россия дает нам 12 баллов, как вы думаете? Ну, по крайней мере. Мне просто понравилось в прошлом году спорить с вами на какие-то материальные вещи. Думаю, нет. Думаете, нет? А мне кажется, что все делается правильно с точки зрения пиара, музыкальной композиции, группы. А как она уже будет, найдет ли эта композиция, отвлек в сердцах русских зрителей, допустим, неизвестно. Естественно, все надеются на лучшее, потому что в любом случае с такой поддержкой мощной, как Филипп Киркоров, можно ожидать... Залекаться не стоит в этом конкурсе ни о чем вообще. Единственное, что можно это посмотреть, какие ставки делают букмекеры и приблизительно представлять... И то не угадаешь, потому что мы у букмекеров были вообще не в пятерке. Да. Слушайте, но в этом году они все-таки представили, на мой взгляд, очень неплохую песню, песню с национальным колоритом. Но с национальным колоритом очень многие делают песни. У вас в прошлом году национального колорита в песне не было вообще. И какой результат? Да. Но мы старались... Помогает это или нет? Написать в прошлом году песню, которая... Тренд музыки на тот момент был самый актуальный, который звучал из каждой радиостанции и везде. Поэтому мы старались написать трек похожий, европейского, хорошего качества. У них свой путь, мы все-таки коллективы нашего 10 лет, у нас есть определенная уже музыка и траектория, по которой мы идем. У них вся музыка и все шоу у нас построено на колорите. Молдавском. И поэтому они пошли по своей дорожке, они выбрали колоритную песню с вот такими звучаниями. Как бы мы разные дуэты артиста, а как оно поможет, я не знаю. Да, и вообще, вот ты говоришь о национальном колорите, это вот зачастую ошибка нашей именно страны в том, что самое сложное пройти финал здесь, а здесь без национального колорита считается, что было бы неправильно. Нам вот повезло, но нас отделял от национального колорита 1%, допустим, если говорить о наших конкурентах в прошлом году. Но вот нам повезло, и мы много раз говорили, что мы ездим по Европе, мы знаем, какая музыка там котируется. И, естественно, когда мы сделали абсолютно правильный музыкальный тренд, который с одного прослушивания идеально запомнился людям. И самое интересное, что он очень ярким пятном выглядел в целой плеяде лирических композиций, которые очень выгодно нас выделили. Ну, и, конечно, не стоит забывать о том, что возвращение легендарного Эпикс Акс Гая на сцену, которого ждали миллионы фанатов по всему миру, сыграло на руку нашей стране. Так, ну что, ты сказал про то, что 10 лет вы уже на сцене, я прям почувствовал эту цифру. И мы старые, да? Потому что такие серьезные сегодня приехали к нам в эфир. Я-то думал, будет все как всегда, мы посмеемся, повеселимся, а тут уже все, чувствуется мастодон. На минуточку кавалеры Ордена Чести, на минуточку. Не, просто так, в следующий раз, вот давайте к нам вот вместе с Орденами. Ну, давайте напоследок, ваши ставки, кто будет на первом, втором и на третьем месте. Вот там в режиссерской это все запишут, и мы потом посмотрим, насколько вы были правы. Я могу назвать первую... Пятерку. Давай. Первое место, это Бразилай, это Израиль. Второе место, я думаю, Миколас и Йозеф, Чеки. Третье, Бередес Молдова, это... Я буду хотя бы в это верить. Потом четвертое место, Бенджамин Гросса, это Свыден. И очень-очень сильно болею за Меловин из Украины. Спасибо, Сережа. Ну, я могу точно сказать, что Израиль будет в фаворитах, потому что мне лично очень нравится эта музыкальная композиция и такой образ очень запоминающийся. А это именно то, что нужно для Евровидения. Мне кажется, что наверняка какое-то хорошее место возьмет Александр Рыбак, наш дружбан. Я за него искренне болею. Наш дружбан. Да, потому что очень много мы времени проводили вместе и в поездках, и вообще он просто... Много времени проводил. Классный, классный, классный. Да, ну что это, ребята? К тому, что очень хороший музыкант и приятный человек. Ну и, конечно, Алексеев мне нравится очень музыкальная композиция. Она очень не похожа на то, что представляют сегодня все остальные страны. Ну, наверное, вот так вот. Такой вот рейтинг не берусь судить за места, но явно выделяю вот именно этих исполнителей. Ну что ж, ребята, вам огромное спасибо за то, что вы сегодня приехали к нам в гости. Рад вас снова видеть в этой статье. Ну что ж, это были представители Sunstroke Project у нас в гостях здесь в студии Эртер Молдова. Ну а мы тем временем будем держать кулаки за представителей нашей страны в этом году, за всю команду группы Доредос. Центральное событие этой недели, безусловно, это День Победы. Но не меньше на этой неделе мировые СМИ говорили и о инаугурации Путина. На какой машине приехал, как зашел, на кого посмотрел. В каком наряде приехал на инаугурацию байкер-хирург и певец Тимати. И почему скучала Поклонская? А может быть не скучала? И не это самое главное. На самом деле, каким будет Владимир Владимирович в версии 4.0? Каким будет новое российское правительство? Как это поменяет международные отношения? И какими станут отношения между Москвой и Кишиневом? Об этом наш коллега Сергей Брага поговорил с политическим аналитиком Владиславом Кульминским. Добрый день, господин Кульминский. Мы очень рады вас приветствовать в нашей студии. Ну и тема, соответственно, у нас очень-очень актуальная. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Если на Мюнхенской конференции, до Мюнхенской конференции, после Мюнхенской конференции звучал вопрос «Who is Mr. Putin?», то сейчас все знают, кто такой Мистер Путин. Мы говорим с вами о версии 4.0. Это новый старый Путин или чем-то он отличается? Ну, вы знаете, я думаю, что это во многом другой человек, потому что это человек, который прошел эволюцию определенную, и взгляды которого сформировались, когда он находился во власти. И тот опыт, через который он проходил, на самом деле особому доверию, конструктивизму или, я знаю, каким-то таким благоприятным отношениям не способствует. Но давайте вспомним, как это все начиналось. То есть мы помним Бориса Николаевича Ельцина, который в 92-м году, если я не ошибаюсь, выступал в Конгрессе США и благодарил Соединенные Штаты Америки за то, что в Россию пришла демократия. Мы помним, что президент Ельцин и президент Путин всерьез рассчитывали на то, что Россия станет частью западного пространства, что она встроится в тот западный мир после развала Советского Союза. Даже шла речь о том, что Молдова может стать частью НАТО, был союз Россия-НАТО. И это все были абсолютно реальные ожидания. Ну и с точки зрения Владимира Владимировича Путина эти ожидания не оправдались. И он считает, с его точки зрения, что Россию в каком-то смысле обманули. Что Россия была открыта к миру, но на самом деле Запад, с его точки зрения, воспользовался тем, что он считал слабостью России, для того, чтобы Россию продолжать сжимать в ее геополитическом пространстве. И, к огромному сожалению, вот это впечатление, оно, в принципе, я думаю, сейчас будет определяющим в политике, которую будет проводить Россия по отношению к внешнему миру и, в частности, по отношению к постсоветскому пространству. То есть место для сентиментов, место для разговора об общей системе координат, об общей идеологии, об общих ценностях там уже не будет. Там будет геополитическая игра, такая, которую мы видели на протяжении множества предыдущих веков. И это, конечно, грозит очень серьезными потрясениями, потому что, по сути, сейчас, только сейчас начинает происходить по-настоящему оформление распада Советского Союза и переопределение вот этого геополитического пространства. Будет жестче, будет мягче, будет так, как это было? Как вы считаете? Ну, варианты, конечно, могут быть совершенно разными, но я думаю, что ситуация, конечно, на самом деле даже страшноватая в каком-то смысле. Я думаю, что будет жестче, потому что, значит, как я уже сказал, Россия, по сути, начала играть исключительно по геополитическим правилам игры. Если раньше, допустим, значит, с Западом ввелся разговор об общих ценностях, об общем пространстве безопасности, об общих подходах, Совете России и НАТО, то сейчас речь уже больше идет о сферах влияния. То есть речь идет уже о том, что Россия, допустим, переопределила пространство бывшего Советского Союза как сферу своих жизненно важных интересов. И основная задача – это не пустить сюда влияние Запада. И все процессы, которые происходят в этих постсоветских странах, ну, давайте возьмем, к примеру, Украину. Значит, в принципе, там было совершенно естественное желание народа Украины жить в другом государстве, некоррумпированном, в котором элиты ответственны перед гражданами и так далее и тому подобное. В России это было воспринято как заговор, который произошел при участии Запада и направлен, и который был направлен против России. Но вы хотите сказать, что это было не так? Ну, тут сложно очень судить, на самом деле, что это было в конечном итоге. Но то, что это точно не было главенствующим и определяющим мотивом, об этом можно судить наверняка. И, к сожалению, вот эти процессы, они воспринимаются как некий такой заговор, как попытка сжать Россию в каком-то геополитическом кольце, а потом, возможно, и дальше развалить и саму Россию. И вот это восприятие, это впечатление, я думаю, что оно будет главенствующим. И это конфронтационная политика и со стороны России, и со стороны Запада. У нас практический вопрос для Молдовы, что это значит, и как будут выстраиваться отношения Кишинев-Москва в данной ситуации? Вы знаете, я думаю, что отношения Кишинев, к сожалению, Республика Молдова является заложником этих отношений между Россией и Западом, Россией и США, Россией и Европейским Союзом. То есть мы в этих отношениях какой-то особо самостоятельной роли, к сожалению, уже не играем. У нас была эта возможность с 2009 по 2014 год, но мы, к сожалению, ее упустили, потому что мы занимались совершенно другими делами. Воровали миллиард, делили между собой государственные институты, то есть мы находимся в крайне слабом состоянии. Поэтому мы являемся заложником этой геополитической борьбы, и во многом то, что будет происходить с нами, будет определяться динамикой отношений между Россией и Соединенными Штатами, между Россией и Европейским Союзом. И выйти из этой логики мы вряд ли уже сможем, потому что мы являемся частью вот этого геополитического пространства борьбы интересов, и борьба эта будет вестись, судя по всему, самыми жесткими методами. То есть Россия показала неоднократно, что она готова свои вот эти геополитические интересы отстаивать всеми возможными средствами, в том числе и войной. Вы говорите, Молдова – заложник, но даже заложнику надо как-то выстраивать отношения в этой ситуации. Какие отношения должны быть вот в идеале у Молдовы и у России? Сергей, знаете, я думаю, вы абсолютно правы, потому что если и есть какая-то страна и какой-то конфликт, где отношения между Западом и Россией все еще можно выстроить конструктивно, то это как раз Республика Молдова, и это как раз Приднестровский конфликт. То есть никто, я думаю, в здравом уме не хочет повторения украинских событий. Я думаю, что понятно, что здесь ситуация даже намного сложнее, потому что здесь как бы такая вообще-то пороховая бочка, по большому счету. Я недавно видел одно исследование, где индекс социальной сплощенности в Республике Молдова крайне низок. То есть мы, по сути, общество, которое расколото до такой степени, что туда буквально бросит спичку только и полыхнет, и полыхнет так, что мало не покажется. То есть Приднестровский, Приднестровье и Молдова – это такая точка, где общий язык между Россией, Европейским Союзом и США все еще можно найти на прагматической, рациональной основе переговоров. И я думаю, вы абсолютно правы. Конечно, нам как стране нужно этим в максимально возможной степени воспользоваться. Вот этим шансом. Он хоть и небольшой, но он существует. И, конечно, во многом это будет зависеть от нас. Значит, что мы здесь в конечном итоге получим? Получим ли мы здесь какую-то зону все-таки сотрудничества, зону общих интересов или все-таки зону конфронтации? Спецпредставитель Дмитрий Рогозин уже не спецпредставитель. Как вы оцениваете его деятельность на посту спецпредставителя и каким будет дальше движение в этом направлении? Ну, знаете, я думаю, что для конструктивного диалога Дмитрий Рогозин, возможно, был не самой подходящей кандидатурой. То есть, ну, и, собственно, каким-то серьезным, таким большим аппаратным весом в Кремле он тоже не обладал. Значит, то есть мы помним, как он вел этот диалог. Этот диалог ввелся, ну, в какой-то степени, значит, в неприемлемой для Молдовы форме. Причем в форме, то есть для любого там президента, для любого правительства. Когда диалог строился не на какой-то рациональной основе, попытках действительно решать проблемы и учитывать интересы и России, и Республики Молдова, он строился больше все-таки на такой конфронтационной риторике. Хотя, конечно, надо сказать, что все-таки шаг, который был предпринят в плане объявления его персоной Нонграда, это было совершенно беспрецедентно, из ряда вон выходя. Потому что все-таки речь там шла, может быть, даже не столько о Дмитрии Рогозине, как личности. А о вице-премьере. А может быть, да, речь-то все-таки шла о человеке, который был назначен лично президентом России. И я думаю, что это на самом деле очень противоречивая картина, но подведя итог его деятельности, я бы сказал, что во время его мандата какого-то конструктивного разговора не было, а может быть, и задачи такой даже не стоял. И я думаю, что сейчас, когда будет назначен новый спецпредставитель, это очень о многом скажет. Если это будет какой-то профессиональный дипломат, человек очень конструктивный, который готов находить общий знаменатель, точки соприкосновения, развивать диалог и решать проблемы, то это покажет, что Россия, в принципе, готова к серьезному диалогу по Приднестровью, в том числе и с Западом. Потому что мы понимаем, что, конечно же, есть интересы местных элит, но есть геополитические интересы больших игроков, по которым тоже нужно будет находить компромиссы, нужно будет находить общий знаменатель. Я думаю, что это так и будет. Потому что еще раз скажу, что если есть какой-то конфликт в Европе, если есть какая-то страна в Европе, где найти этот общий знаменатель и найти совместные интересы еще, возможно, это Республика Молдова, потому что других таких вот я больше просто не вижу. Отношения Москвы и Кишинева сейчас, как бы вы их охарактеризовали? Ну, я думаю, что мы видим такую позиционную, что ли, борьбу. Окопную? Окопную борьбу, да, можно сказать. Окопную борьбу, когда серьезных действий не предпринимаются, и как бы таких шагов, которые проходят точку невозврата, тоже не предпринимается. Россия, понятное дело, ждет парламентских выборов этого года в надежде на то, что кандидат, которого Россия предпочитает, Игорь Николаевич Додон, эти выборы выиграет, чего, я думаю, не произойдет, и в надежде на то, что политика поменяется. То есть вы уверены, что не произойдет? Я не думаю. Судя по тому, как развиваются события, вряд ли это произойдет. И я не думаю, что это было бы очень хорошо для Республики Молдова. Потому что, опять же таки, нам нужно искать площадки сотрудничества, объединения этого общества, объединения всех сил и поиска общих знаменателей. А в случае победы Игоря Николаевича Додона, не знаю, по какому пути, по какому сценарию могут развиваться события. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, Демократическая партия, конечно же, используют Российскую Федерацию в качестве такого, знаете, большого врага внешнего, который… Русские танки, медведи. Которые ему угрожают. И, значит, эту историю они достаточно успешно продают в других странах. Вот. И поэтому, как бы, эта ситуация достаточно удобна и для одних, и для других. Но по итогам парламентских выборов, конечно, нужна ситуация поменяется, и нужно будет искать те самые точки соприкосновения между всеми вовлеченными в регионы, в конфликт игроками. И, знаете, я вообще считаю, что вот эта ставка на каких-то отдельных личностей, а это, в принципе, частенько делает и Россия, и Запад здесь, в Республике Молдова, она во многом ошибочна. Потому что мнения этих личностей могут поменяться. Из пророссийских они могут становиться проевропейскими, из проевропейских – пророссийскими. Как это, в принципе, происходит очень часто. И такого рода трансформации или прозрения мы наблюдаем постоянно. Намного лучше все-таки пытаться проанализировать и понять интересы страны для того, чтобы работать с ними. Потому что там ты точно не ошибешься, вне зависимости от того, кто находится у власти. Я вот третий раз пытаюсь задать этот вопрос. Отношения Москвы и Кишнева, какими они должны быть? В советское время они были старший брат, младшая сестра. Сейчас это кто и кто? Ну, Молдова – это независимое государство, которое является заложником, к сожалению, геополитики, но которое вольно определяться в своем выборе. Конечно, вот отношения должны стать более уважительными друг к другу. С другой стороны, и Республике Молдова тоже необходимо понимать, что у России есть свои интересы в области безопасности в регионе. Эти интересы, хотим мы этого или нет, учитывать будет надо. Потому что иначе мы получим конфликт. И, значит, вот найти общий знаменатель, каким образом можно было бы не вызывать у России опасения по поводу того, что мы можем стать какой-то точкой опоры для тех, кого в России не приемлют, с одной стороны. Но, с другой стороны, и наши национальные интересы продвинуть. В этом, собственно говоря, и есть искусство государственного управления. Это сложная наука. Но двигаться в этом направлении не надо. У меня еще один вопрос. Как специалист в области государственного управления, Путин 4.0, это понятно. Путин 5.0, скорее всего, этого не будет. Вопрос преемника встает все более и более ясно. Этот фактор, каким образом он будет сказываться на Путине 4.0? Ну, я думаю, этот поиск уже идет. То есть, он, думаю, что он уже где-то, наверное, посередине, если не на финальных стадиях. Но я думаю, что для нас самое интересное – это то, что при преемнике, при преследующем президенте России, при Владимире Путине, который, в принципе, определенные интересы структурные России уже выражает в любом случае. И не думая, что при его преемнике политика очень сильно поменяется. Поэтому нам нужно исходить вот из этой точки зрения. То есть, нам нужно понимать, что мы должны быть, во-первых, преследовать свои собственные национальные интересы, но, с другой стороны, смотреть, какие интересы будут преследовать Россия в регионе. И не ожидать, что каких-то магических, чудесных трансформаций или изменений, если в России поменяется руководство. Даже вспомните, что говорил господин Навальный по поводу Приднестровья, по поводу Молдовы. И это очень так медиатизировалось здесь, в нашей информационной среде. По сути, в принципе, то, что он говорил, особо от позиции президента России не отличалось. Спасибо вам большое. Я напомню нашим телезрителям, у нас в гостях был политический аналитик Владислав Кульминский, а господина Владислава Кульминского мы будем рады видеть в нашей студии еще раз. Большое спасибо за приглашение. Это «Новое утро» на телеканале РТР «Молдова». Мы прервемся на рекламу, а потом встретимся. Не переключайтесь. Генеральный спонсор передачи «Нескафе». Данный материал содержит элементы рекламы. Новости, новости и еще раз новости. Самые важные и интересные. Служба информации телеканала РТР «Молдова» с новостной картиной наступившего дня. Передаем слово коллеге Олесе Кайряк. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, телезрители РТР «Молдова». Узнаем об основных событиях и дня прошедшего, и только наступающего. В пять раз увеличить штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов, предлагает Национальная патрульная инспекция. Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 300 леев. О других новостях расскажем далее короткой строкой. Беспрецедентная по своему масштабу акция «Марш Победы» прошла накануне на центральной площади в городе Тараклия. Организатором выступил Общественный совет за свободную родину. В ходе акции тысячи жителей и гостей города развернули гигантское красное полотно. Копию знамени Победы, водруженного в мае 1945 года в Берлине над Рейхстагом. Как отметил председатель Общественного совета Игорь Тулянцев, акция «Марш Победы» была проведена с тем, чтобы почтить память наших дедов и достойно отметить этот великий праздник. Знай свои права пассажира такси. Так называется новая информационная компания, запущенная агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком. Ее цель – информирование потребителей об их правах, воспитание ответственного поведения пассажиров и мониторинг работы службы такси. Агентство разместило на задних сидениях такси серию информационных панно, на которых содержится детальная информация о предоставлении услуг компаний, работающих в этой сфере. Представители службы такси обязали размещать такие информационные таблички до конца мая. За неподчинение грозит штраф в размере 120-180 условных единиц. Акцию по информированию водителей о рисках превышения скорости и опасности заснуть за рулем провели накануне на Молдорумынской границе. Так, в течение двух часов патрульные Молдовы и Румынии раздавали водителям листовки на КПП Джорджу Лешт-Галас, Леушень, Албиса, Костешт-Стымка, а также на КПП Скулень с информацией о мерах предосторожности на дорогах. В 2017 году, по данным Национального инспектората патрулирования по причине превышения скорости на молдавских трассах и дорогах, произошло свыше 700 аварий. В результате ДТП погибли более 140 человек и свыше 800 получили ранения. Шесть лет в тюрьме проведет уже бывшая глава депозита ценности филиала Банка деэкономии района Рыжкань за отмывание денег в особо крупных размерах. Речь идет о сумме почти в полтора миллиона леев, которые, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, подсудимая заполучила в сговоре с другими сотрудниками банковского филиала. По данным следователей, на эти средства женщине удалось приобрести несколько объектов недвижимого имущества. Между тем, бывшая начальница свою вину по делу о краже в особо крупных размерах не признает. Все больше туристов привлекают молдавские природные заповедники. И не только благодаря красивым природным ландшафтам, редким видам флоры и фауны, но и благодаря обустроенным туристическим маршрутам, информационным центрам, пансионатам и музеям природы. Насладиться красотами молдавской природы приезжают как иностранные гости, так и наши соотечественники. Это, как правило, учащиеся учебных заведений, запланировавшие экскурсии еще в начале года. Отметим, что Молдова славится такими большими заповедниками, как Кодры, Плайу Фагулу, Педуря Дамняска и Нижний пруд. Очередная победа спортсменов из Камрата. На этот раз кикбоксеры привезли 4 золотые медали, выступив на Кубке Скорпионов в Румынии. Так Лия Сербинова завоевала 2 золотые медали в двух весовых категориях 25 и 30 килограммов. Золото досталось и Егору Влах, выступившему в категории 30 килограммов, а также Никите Янакиеву и Павлу Гурбу. Напомним, несколько дней назад на чемпионате Молдовы по Муай-Тай другим спортсменам из Камрата удалось завоевать 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Продолжаем наш блок новостей. Европейский союз и Республика Молдова очень близки, заявил глава представительства ЕС Кишинео Петр Михалко на праздничных мероприятиях, прошедших накануне в столице. По его словам, обе стороны сотрудничают на основе соглашения об ассоциации безвизового режима и помощи, предоставляемой Евросоюзом для повышения уровня жизни граждан Молдовы. Михалко отметил, что страны-члены ЕС привносят наилучшие европейские практики путем реформирования ключевых секторов экономики, таких как здравоохранение, таможенный контроль, пищевая безопасность, борьба с коррупцией и сохранение культурного наследия. Глава представительства Евросоюза также подчеркнул, что благодаря поддержке ЕС в Молдове будут улучшены стандарты жизни не менее чем 1 миллиона человек. И еще о прошедших праздниках. Празднование Дня Победы прошло без особых эксцессов, во многом благодаря бдительности граждан. В полиции подвели итоги служебной деятельности. Твоя безопасность – наш приоритет. Накануне 9 мая сотрудники Управления полиции муниципия Кишина унесли службу в круглосуточном режиме, чтобы предотвратить возникновение любой чрезвычайной ситуации, которая могла бы помешать проведению многочисленных торжественных мероприятий в честь Дня Победы. По данным пресс-службы Управления, за сутки полицейские получили более 300 звонков, а патрульным пришлось отреагировать в 200 случаях. Также сотрудники полиции предотвратили 15 преступлений, а 27 человек были задержаны. Между тем, жители столицы считают, что за помощью к полиции всегда следует обращаться. Тем более, если речь идет об аварии или другой чрезвычайной ситуации на улице, мимо которой ни один добропорядочный гражданин пройти не сможет. Я не попадала в такие ситуации, но как любой гражданин вызвала бы их, если бы речь шла об оказании помощи или моментальном решении проблемы. Между тем, некоторые граждане не уверены в эффективности работы молдавской полиции. У нас полиция работает очень плохо. Уровень профессионализма сейчас очень низкий. Они не подготовлены из-за того, что сотрудникам полиции мало платят, им негде жить. У многих зарплата не соответствует запросам, и они вынуждены уезжать за границу. А вот другие жители столицы уверяют, сотрудники правоохранительных органов работают хорошо и в случае необходимости всегда приходят на помощь. Напомним, служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций рекомендует гражданам в случае опасности всегда звать на помощь полицию, позвонив по номеру единой службы 112 или по номеру 902. Наталья Фомина, Сергей Леподат, Вести, Молдова. И в продолжение темы нарушения закона и помощи при этом правоохранительных служб. У жителей Молдовы крадут деньги с кредитных карт под видом розыгрыша от национального оператора связи Молтелеком. Вбивая любой запрос в интернете, на странице поисковика можно увидеть сообщение о том, что клиент Молтелеком получил шанс выиграть смартфон от компании. Чтобы получить приз, пользователю предлагают сыграть в простую игру. После вывешивается информация, что клиент выиграл новый телефон. На сайте просят лишь оплатить расходы на доставку, которые составляют 1 доллар. При этом пользователь должен ввести данные своей банковской карты. Жертвы мошеннической схемы сообщают, что после предоставления информации со счета под разными предлогами списывается разное количество денег. Отметим, при несанкционированной оплате необходимо срочно обратиться в банк. А теперь о приятном. В середине мая в Кишинео и в других городах страны пройдут мероприятия, посвященные фестивалю семьи. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети. Так, в столице фестиваль запланирован на 15 мая, а в Камрате и Белтс на 12 и 13 мая соответственно. Игорь Дадон заявил, что лично примет участие в фестивале семьи в Кишинео, на котором расскажет гражданам о законодательных инициативах, направленных на поддержку и укрепление молдавских семей. В мероприятии также примет участие председатель Международной организации по делам семьи Брайан Браун. Глава государства отметил, что в рамках фестиваля запланированы различные культурно-развлекательные мероприятия, как для детей, так и для взрослых. И все они направлены на продвижение традиционных семейных ценностей. На сентябрь текущего года также запланирован Всемирный конгресс семей. В мероприятиях по этому случаю примет участие представитель Ватикана и патриарх Кирилл. Таковы основные новости к этому часу. Мы продолжим следить за развитием событий, а пока передаю слово моим коллегам в студию «Нового утра». Столичный зоопарк после ремонтных работ вновь открыл свои двери для посетителей. Среди нововведений новые клетки для животных, новые вольеры, новые декорации, но самое главное – новые обитатели. И среди них долгожданные еноты, очаровательные капибары, водосвинки такие милые-милые, не менее или, может быть, менее ожидаемые четыре вида змей и некоторые виды птиц. Ну и самое важное – главный и ожидаемый питомец – крокодил. Над благоустройством зоопарка сотрудники трудились и днем, и ночью, ведь нужно было успеть подготовить новые клетки, создать новые декорации, соорудить бассейны для животных, а некоторых из них поменять местами. И вот уже 30 апреля, в день открытия зоопарка, поток посетителей буквально хлынул посмотреть на животных. Даже открытая дополнительная касса не справлялась с задачей оперативно продавать билеты. Мы открыли две кассы, но люди не успевали, не успевали мы их обслуживать. К сожалению, не имели возможности больше касс. Но мы рады, потому что люди выдержали стойко, выдержали эту очередь, потерпели немножко неудобства, но зато, я думаю, что они, когда увидели зоопарк, они были рады тому всему. Самый большой интерес у посетителей вызвал горный кубинский крокодил. В Молдову эта рептилия прибыла еще 40 лет назад. Приехала она, кстати, из Кубы в маленьком дипломате одного служивого. Все эти годы животное находилось в зоопарке, но в закрытом от глаз посетителей помещении. Условия содержания питомца были не самыми лучшими. Искусственный свет и маленький водоем. И только теперь для повзрослевшего крокодила под открытым небом соорудили просторный вольер с бассейном. На сегодняшний день для него созданы идеальные условия. В течение 40 почти лет он не видел солнечного света, скажем так. Для него, наверное, праздник и стресс какой-то своеобразный. Мы сейчас пытаемся его привести в чувство и показать, что вот твоя родная природа, вот твоя родная стихия. За неделю ремонтных работ в клетках животных появились новые деревья, клумбы, кустарники и декорации из камней. Сейчас у зверей практически условия естественной среды обитания. Сейчас идет период размножения, во-первых, у многих из них. И поэтому мы создаем такие условия, чтобы они размножались и они чувствуют себя в безопасности. Потому что тоже они не привыкли так, чтобы за ними столько глаз наблюдала. В природе они прячутся, находятся в свои углы. Кто-то копает себе яму, кто-то залезает на дерево, делает себе гнездо. Посетители зоопарка очень довольны изменениями и приходят сюда с удовольствием. Гуляют, разглядывают животных, фотографируются. Просто здорово, великолепно. Впечатление у детей просто максимальное. Отлично. Спасибо большое организаторам и гордость за то, что есть такой прекрасный там парк. Очень мне понравился. Такие прикольные зверушки. Вот именно мне понравились верблюды и козлы. Нравится? Очень нравится. Давно не была здесь. Единственное, жалко, мне на всех вольерах написано, кто существует здесь. А так, очень приятно. Очень приятный парк, много растений, красивых. Уже совсем скоро посетители зоопарка смогут увидеть и некоторые виды змей, среди них и парагвайская анаконда. Для этих присмыкающихся сейчас готовится террариум. В России после инаугурации Владимира Путина продолжает формироваться правительство. Есть у революции начало, есть у революции конец. Это уже о ситуации в Армении. Да, действительно, новости из этой страны уже несколько дней не сходят с информационных лент. Множество и множество информагентств. Ну а что еще интересного произошло в мире, далее расскажет Олеся Кайряк. С удовольствием, коллеги, спасибо. Снова доброго настроения всем. Мы продолжаем информационное утро и только с самыми заметными новостями со всего мира. Кстати, весь мир продолжает праздновать День Победы. В центре Берлина прозвучали песни военных лет в исполнении хора Турецкого. Почти 5000 человек пришли не только послушать, но и вместе с артистами исполнить знаменитые Катюшу, Смуглянку и Темную Ночь. Жандармен Баарт, как слышно, прием! Отец Михаила Турецкого закончил войну в Берлине. Несколько лет назад сын сказал ему, что хочет выступить в столице Германии с песнями военных лет. Отец не поверил, что получится. Он говорит, тебе никогда не позволят, никогда не дадут. Люди не любят, когда им напоминают о их ошибках. Я говорю, ну мир меняется и возможно когда-то мечта ставит реальностью. Здравствуй, мама, возвратились мне все, босиком бы пробежаться поросей. Хор Турецкого дошел до Берлина. Самая красивая площадь города подпевает ему уже второй год подряд. Темную ночь, ты любимая, знаю, не спишь. Они создают, по сути, действительно музыкальный памятник и нашей великой победе, и памяти павших в этой войне. До этого были Франция, Австрия и Словения. Впереди Беларусь, Израиль и США. На эти концерты собираются главным образом наши соотечественники, но в Нью-Йорке будет специфическая аудитория, дипломаты и сотрудники ООН. Есть такая песня «Россия и Америка, два незнакомых берега». Как в наших песнях поется, мы с тобой два берега в одной реке. Реки мира, мы должны объединяться и бороться сегодня. У нас нет ничего более важного для всех нас, как бороться за мир. Вот, наверное, самая понятная и объединяющая песня, подхватить которую в припеве может каждый. Получилось даже очень хорошо. Хор и площадь спели дуэтом. Я считаю, что Россия и Германия должны укреплять дружественные отношения. Такие концерты очень важны. Я не говорю по-русски, поэтому не так много понял, но я чувствовал гармонию. У русских песен очень сильная глубина, они вызывают эмоции. Громкость, в принципе, даже мешает, когда слова всем знакомы. Другим темам международной жизни. Первые санкции против Ирана США могут вести уже на следующей неделе. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома. А в течение полугода после выхода из ядерной сделки с Тегераном Вашингтон планирует полностью возобновить действия ограничительных мер. Европа этими намерениями крайне недовольна. Экономика ЕС может потерять миллиарды евро. Напрасно увещевали Трампа французский президент Макрон, канцлер Германии Меркель, министр иностранных дел Великобритании Джонсон. За сохранение сделки выступала Россия и Китай. Но Трампа все это не остановило. Мы подумаем, как поступить с Ираном. Вероятно, ничего хорошего их не ждет, но это нормально. Они должны понять жизнь, потому что я не думаю, что они ее понимают. Взгляните, что происходит на Ближнем Востоке, в Сирии, Йемене, в других странах, с которыми они связаны. Это хаос смерти, и мы не можем позволить больше этому продолжаться. Дональд Трамп заявил, что Тегеран нарушает условия договора, хотя американская разведка утверждает обратное. В российском МИДе заявили, что оснований для подрыва ядерной сделки нет, а США, цитата, в очередной раз действует исключительно в собственных узкокорастных интересах. Конец цитаты. Решение Трампа стало очередной пощечиной близким европейским союзникам. Лидерам ЕС показали, что Америка будет решать все так, как считает нужным и выгодным себе. Мы приняли к сведению выход США из иранской ядерной сделки. Это может серьезно сказаться на данном соглашении. Мы относимся к этому с сожалением и беспокойством, и будем впредь привержены этому договору. Через 90 и 180 дней объявляются жесточайшие американские санкции на покупку Ираном долларов, американских материалов и технологий. А у Ирана американцам запретят покупать продукты питания и ковры. Но главное вводится запрет на торговлю иранской нефтью. А тем странам, которые не последуют за США, Вашингтон тоже пригрозил санкциями. Евросоюз возмущен. Выходит, Америка может ударить уже и по европейцам. Меня особенно беспокоит заявление президента США Дональда Трампа о новых санкциях. В любом случае, Европейский союз намерен действовать в соответствии со всеми интересами безопасности и защищать свои инвестиции. Турция, Китай и Индия покупают в Иране нефть и вряд ли легко подключатся к американской блокаде. Так что, выйдя из ядерной сделки и поставив цель изолировать Иран, Америка пока сама оказалась в международной изоляции. Чтобы обсудить спровоцированный Соединенными Штатами кризис, в Тегеран прибыл замглавы МИДа России Сергей Рябков. Кремль уже выразил озабоченность решением Вашингтона выйти из ядерного соглашения. В Иране же Димаш США вызвал бурю возмущений и среди политиков, и среди рядовых граждан. В Тегеране еще до выступления Трампа заявили, здесь готовы к любому решению Вашингтона. Они считают, что это как-то повлияет на жизнь в стране. Все взятые на себя обязательства, как подчеркивают в Иране, государство соблюдает. И заявление президента США тут называют ничем не обоснованным нарушением международного соглашения. Изменения после слов Трампа в Иране, впрочем, все же произошли. Со вторника в стране перестали работать многие зарубежные банковские карты. Также больше нельзя осуществлять денежные переводы через систему Western Union. В полном объеме США угрожают восстановить санкции к началу ноября. В Тегеране заявляют, что Вашингтон еще пожалеет об этом решении. Я много раз говорил, не доверяйте Америке. Президент США выступил с глупыми и поверхностными комментариями. Свои речи он солгал около 10 раз. Господин Трамп, я говорю вам от лица иранского народа. Вы совершили ошибку. Решительный настрой демонстрируют и люди на улицах иранской столицы. Мы знаем США. Они никогда не выполняют взятых на себя обязательств. В знак протеста против заявления Трампа иранские политики подожгли флаг США прямо на заседании парламента, обвинив Дональда Трампа в отсутствии умственных способностей решать проблемы. Политики Ирана, в том числе и спикер парламента, надеются на то, что Европа будет поддерживать и работать с ними, чтобы сохранить сделку. Массовые акции протеста и у стен бывшего посольства США. Президент Ирана Хасан Рухани выступил на государственном телевидении сразу после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки и подчеркнул, что Иран всегда выполнял свои обязательства, в то время как США никогда не выполняли своих. Соединенные Штаты, по сути, заявили, что они не уделяют внимания международным соглашениям. То, о чем мы говорим и повторяем уже 40 лет, теперь произошло. США – это страна, которая никогда не выполняет принятых договоренностей. В Иране уже заявили, что готовы к переговорам с международными партнерами о продолжении действия соглашения после выхода из него США. Одновременно с этим в Тегеране накануне отметили, что подготовили пропорциональный план ответных мер на решение Вашингтона. Детали держат пока в секрете, но отмечают, что готовы к любому развитию ситуации. И напоследок еще одна интересная информация. Шоколадные реки разлились на одной из польских автодорог. Там опрокинулась цистерна, в которой находилось более 20 тонн жидкого шоколада. Движение было полностью перекрыто. Последствия аварии устраняли несколько часов. Спасателям пришлось ковшами сгребать сладкую массу и поливать дорогу горячей водой, чтобы шоколад не затвердел. Таковы основные международные новости к этому часу. Мы продолжим следить за развитием событий в стране и мире. А пока снова передаю слово моим коллегам в студию «Нового утра». Это новое утро, это бодрое утро, но мы прервемся на короткую рекламу и совсем скоро вернемся. Данный материал содержит элементы рекламы. Что приготовили нам сегодня звезды? Первая половина дня позволяет действовать по вдохновению. Но его поток постепенно иссякнет. Луна в рыбах поможет вершить тайные дела. Снова день благоприятный для каких-то тайных сговоров и заговоров. Ну а также она поможет поставить в этих тайных делах точку. Вечером вступление Луны в Овен подарит свежий взгляд, побудет взглянуть на многое в новом контексте или в более оригинальном ракурсе. А зерно истинный и жизненный урок будет нести любая ситуация, нестандартная, смешная, абсурдная. Выбор станет жестче. И возможно даже сузится до нескольких конкретных вариантов, которые будут отсечены выбором. Нежелательные разрывы или другие радикальные меры лучше подумать о компромиссе, смене акцентов, корректировке договора, совмещении вариантов, объединении противоположности или ином остроумном разрешении задачи. А далее подробно о каждом конкретном знаке зодиака. Овен. Для женщин-Овенов велика вероятность нового знакомства или кратковременных романтических приключений. Мужчинам-Овенам звезды рекомендуют использовать любую возможность для того, чтобы изменить к лучшему свою личную жизнь. Сон может быть пророческим и исполнится на следующий день. Огород, овощи во сне, исполнение желания. Телец. Вас ждет поворот в судьбе. Тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Веселое шумное общество приятелей, увлекательные поездки или пикник, развлечения или игры – вот что вам сейчас нужнее всего. Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Падающие ножи, вилки, разбитое стекло – дурной знак. Близнецы. День милости, прощения обид, очищения огнем. Коммуникабельность и оптимизм будут возрастать, что указывает на появление в вашей жизни новых знакомых, расширение круга общения. Хороший день для коллективных действий, для изучения новых ренесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Рак. День может быть богат на неожиданные сюрпризы, приятные и не очень. Лучше заранее ко всему подготовиться. Посвятите себя отдыху. Не торопитесь брать отпуск за свой счет, а просто не особо напрягайтесь. Скажите всем, что вы устали, и пусть вас меньше тревожат. Лев. Удачный день для начала любого дела, семейных отношений. Благоприятны крупные покупки, хозяйственные заботы, целительство. Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако ваша эмоциональная впечатлительность и бьющая через край энергия может привести к досадным недоразумениям и стать причиной размолвки и недопонимания с близкими людьми. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Для женщин-левов существует вероятность нового знакомства с интересным человеком. Мужчинам-левам звезды рекомендуют умереть страсть к экстравагантным поступкам, которые могут изменить личную жизнь к худшему. Дева. Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно. Хороший день для коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Проявите дальновидность и умение найти компромисс. Это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных решений по отношению к дорогому вам человеку. Весы. Жизненный потенциал находится на самом высоком уровне, поэтому удача вам будет способствовать во всем. Благоприятно планирование нового важного дела, подведение итогов, размышления, спокойный отдых на луне природы в обществе близких людей. Занятие любимым делом снимет нервную усталость. Скорпион. День удачен для приобретений, и начатые ранее хлопоты с недвижимостью завершатся удачно. Легкость общения и деловая активность подготовят вас к будущей трудовой неделе. Но избегайте взваливать на себя новые обязанности. Постарайтесь завершить важные дела и закончить давние споры с родственниками. Стрелец. День милости, прощения обид, очищения огнем. Хороший день для коллективных мероприятий, для творческих исканий и научной работы. Не исключены благоприятные перемены в личной жизни. Козирог. Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Хорошее время для коллективных действий, изучения новых ремесел, занятий творчеством и научной работой. Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно. Финансовое положение несколько улучшится. Возможен выигрыш, возвращение долга или выгодная покупка. Водолей. День благоприятен для улучшения материального положения. Коммерческие поездки сложатся удачно в том случае, если вы проявите собранность, умение концентрироваться на главном. В семье атмосфера заметно улучшится. Выбор ситуации будет определяться водолеем. Рыбы. День отмечен суетой и мелкими хлопотами. Многим придется отказаться от намеченных планов и перенести внимание на проблемы близких людей. Чувство сострадания и осознание своего долга окажутся выше собственного благополучия. Рыбам рекомендуется умерить свои запросы и суметь противостоять искушениям плоти. 12 мая. Лиссабон. Финал Евровидения. Мероприятие, за которым будут следить миллионы. Молдову в этом году представила Трио Доредос. Об их шансах на успех и о том, как вообще проходит этот песенный конкурс, мы поговорили с теми, кто уже покорял Евровидение. И весьма успешно. Встречайте группу Sunstroke Project. На этой неделе внимание огромного количества людей приковано не только к святому празднику, к Дню Победы, но и к песенному конкурсу Евровидения. У нас сегодня в гостях ребята, которым, мне кажется, фанаты помешали приехать к нам в студию еще примерно час назад. И то они приехали все-таки не всем составом. Легенды Евровидения нашей страны, друзья, Sunstroke Project. Привет. Привет. Доброе утро всем. Где потеряли Сергея Еловицкого? Ну, фанаты не пустили. Он занят, он автографы раздает. Отряд не заметил потери бойца. Слушайте, хочу сразу начать с серьезного вопроса. Нет ощущения того, что с каждым годом внимание к Евровидению как-то потихонечку падает? Ни в коем случае. Ты знаешь, если судить по нашей стране, то, возможно, у кого-то падает интерес. Но такое же количество новых поклонников этого конкурса и появляется с каждым годом. А если ты окажешься там, то ты поймешь, что та атмосфера, когда фанаты по всему миру съезжаются, и им все равно, сколько стоят билеты, сколько стоят проживания. Потому что в каждой стране по-разному. А в период Евровидения цены взлетают, сам понимаешь, в разы. Но вряд ли падает, потому что помимо того, что это было Евровидение с других стран Евросоюза, теперь добавилась Австралия, а с прошлого года еще и трансляция прямая в Америке появилась. Но при всем при этом, вот в этом году отказались от участия в Евровидении Эльфтенштейн, Монако, Люксембург, Словакия, Турция, еще ряд стран. Они давно отказались. Говорят, нет денег. Нам это зачем тогда? Ну, ты знаешь, это вообще дело затратное. И слава богу, у нас есть такая возможность представлять свою страну. А у других стран, возможно, с организационной точки зрения не такие возможности. Либо у них... Эльфтенштейна, например. Да, либо у них... Монако. Либо у них другие какие-то там представления. Нет, я думаю, что это связано с тем, что страны очень маленькие, очень маленькие. И интереса посылать от своей страны, где там население 20 тысяч человек, посылать какого-то артиста нет смысла. А вот крупные страны такие как... Молдова. Молдова, да, да. Да, Германия, там Англия, где огромное количество населения, там, естественно, есть смысл и показать свою страну. Давайте вспомним все-таки самые хорошие выступления представителей наших стран. Я сейчас понимаю, у вас так немножко начнет распирать гордость. Вот на ваш взгляд, самые удачные номера нашей страны на Игровидении. Вот помните такие? Да, это по мне лично, это, естественно, Сдок Шизду. Это первый раз, когда Буника Бадзидоба. Да, Буника Бадзидоба. Потом Наталья Барбу с песней «Fight». Потом Нелли Чибану в хор «Один Молдова». Паша Порфеней в «Трампе». До сих пор обидно, что он не поехал вместе с песней, которая была у него за год до этого. До роли. Отличная песня. Ну и мы забыл. Ну, само собой. Ты знаешь, для меня лично показателем успешности выступления на Игровидении, как для музыкантов, вот как бы это ни звучало просто, но вот если я слышу, что эти песни звучат на свадьбах в нашей стране, это самый высокий уровень успеха. Потому что когда человек на свадьбе хочет танцевать под эту песню, это уже говорит о том, что музыкальный материал сделал свою задачу, выполнил. Подождите, в этом году свадебный сезон вот сейчас только-только открывается, еще непонятно, Доредусы, какие у них шансы, вот на ваш взгляд. Ну что, что будет? Это никто не знает, так же, как и с нами случилось в прошлом году, что мы вышли в лидеры и встали в тройки. В прошлом году, допустим, да, за нас голосовали такие страны, которые никогда в жизни не голосовали за Молдов. Англия, Швейцария, Швеция, Австралия отдавали нам самые высокие баллы. А в этом году не знаем, этого никто не знает. Дай бог, они выйдут в финал, займут хорошее место, они все-таки лицо нашей страны. И мы будем только рады, если они займут позицию даже выше нашей, потому что это все-таки они, да, Молдову представляют. Слушайте, ребята, мне кажется, вы должны были быть на первом месте, но чтобы Евровидение случайно не приехало в Молдову, а организаторы все-таки скинули вас на третье. Это так, чисто мое мнение. В этом году Доредосов очень активно поддерживал, раскручивал Филипп Бедросович Киркоров. Россия дает нам 12 баллов, как вы думаете? Мне просто понравилось в прошлом году спорить с вами на какие-то материальные вещи. Думаю, нет. Думаете, нет? А мне кажется, что все делается правильно с точки зрения пиара, музыкальной композиции. А как она уже будет, найдет ли эта композиция «Отлик» в сердцах русских зрителей, допустим, неизвестно. Естественно, все надеются на лучшее, потому что в любом случае с такой поддержкой мощной, как Филипп Киркоров, можно ожидать… Залекаться не стоит в этом конкурсе ни от чем вообще. Единственное, что можно это посмотреть, какие ставки делают букмекеры, и приблизительно представлять… И то не угадаешь, потому что мы у букмекеров были вообще не в пятерке. Да. Слушайте, но в этом году они все-таки представили, на мой взгляд, очень неплохую песню, песню с национальным колоритом. Но с национальным колоритом очень многие делают песни. У вас в прошлом году национального колорита в песне не было вообще. И какой результат? Ну, мы старались… Помогает это или нет? …написать в прошлом году песню, которая… Вот тренд музыки на тот момент был самый актуальный, который звучал… …из каждой радиостанции и везде. Поэтому мы старались написать трек похожий, европейского, хорошего качества. У них свой путь, мы все-таки… …коллективы нашего 10 лет, у нас есть определенная уже музыка и траектория, по которой мы идем. У них вся музыка и все шоу у нас построено на колорите. Молдавском. И поэтому они пошли по своей дорожке и выбрали колоритную песню с вот такими звучаниями. Как бы мы разные дуэты артисты, а как оно поможет, я не знаю. Да, и вообще, вот ты говоришь о национальном колорите, это вот зачастую ошибка вот нашей именно страны в том, что самое сложное – пройти финал здесь. А здесь без национального колорита как бы считается, что было бы неправильно. Нам вот повезло, но нас отделял от национального колорита 1%, допустим, если говорить о наших конкурентах в прошлом году. Но вот нам повезло, и мы много раз говорили, что мы ездим по Европе, мы знаем, какая музыка там котируется. И, естественно, когда мы сделали абсолютно правильный музыкальный тренд, который с одного прослушивания идеально запомнился людям. И самое интересное, что он очень ярким пятном выглядел в целой плеяде лирических композиций, которые очень выгодно нас выделили. Конечно же, не стоит забывать о том, что возвращение легендарного Эпик Сакс Гайя на сцену, которого ждали миллионы фанатов по всему миру, сыграло на руку нашей стране. Так, ну что, ты сказал про то, что 10 лет вы уже на сцене, я прям почувствовал эту цифру. И мы старые, да? Такие серьезные сегодня приехали к нам в эфир. Я-то думал, будет все как всегда. Мы посмеемся, повеселимся, а тут уже все, чувствуется мастодон. На минуточку кавалеры Ордена Чести, на минуточку. В следующий раз давайте к нам вместе с Орденами. Ну, давайте напоследок ваши ставки, кто будет на первом, втором и на третьем месте. Вот там в режиссерской это все запишут, и мы потом посмотрим, насколько вы были правы. Я могу назвать первую пятерку. Давай. Первое место – это Бразилай, это Израиль. Второе место, я думаю, Миколас и Йозеф, Чеки. Третье – Бередес Молдова. Я буду хотя бы в это верить. Потом четвертое место – Бенджамин Ангроса, это Свыден. И очень-очень сильно болею за Меловин из Украины. Спасибо. Сережа. Я могу точно сказать, что Израиль будет в фаворитах, потому что мне лично очень нравится эта музыкальная композиция и такой образ, очень запоминающийся. А это именно то, что нужно для Евровидения. Мне кажется, что наверняка какое-то хорошее место возьмет Александр Рыбак, наш дружбан. Я за него искренне болею. Наш дружбан. Да, потому что очень много мы времени проводили вместе и в поездках. И вообще он просто… Много времени проводили. Классный, классный, классный. Да ну что это, ребята? К тому, что очень хороший музыкант и приятный человек. Ну и, конечно, Алексеев мне нравится очень музыкальная композиция. Она очень не похожа на то, что представляют сегодня все остальные страны. Ну, наверное, вот так вот. Такой вот рейтинг. Не берусь судить за места, но явно выделяю именно этих исполнителей. Ну что ж, ребята, вам огромное спасибо за то, что вы сегодня приехали к нам в гости. Рад вас снова видеть в этой студии. Спасибо взаимно. Да. Ну, я думаю, что действительно видеться будем часто. Чего не сделаешь за 500 евро. Ну что ж, это были представители Sunstroke Project у нас в гостях здесь в студии Эртер Молдова. Ну а мы тем временем будем держать кулаки за представителей нашей страны в этом году. За всю команду группы Доредос. С чашечкой кофе на скафе Голд в руках спешим сообщить о том, что наш сегодняшний эфир подошел к концу. Но напоследок расскажем вам о том, что вас ожидает сегодня в компании телеканала Эртер Молдова. В 19 часов пятница с Анатолием Голя. В 20.00 вести уходящего дня. Ну и, конечно же, после блока новостей вас ждут заключительные серии фильма «Мои дорогие». Будем с вами вместе переживать за судьбу Валентина и ее сына Кости и надеяться на хэппи-энд. В 22.40 продолжение киносериала «Морпехи». Узнаем, какие же новые испытания подготовила судьба морским пехотинцам. Ну и мы желаем вам, конечно же, приятных выходных. Последний рабочий день с вами встречали Дмитрий Спиваков и Таис Розумовская. До встречи в понедельник. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином «Орсей». Генеральный спонсор передачи «Нес Кафе». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА